Век назад нашим земляком Василием Агапкиным был написан знаменитый марш прощания славянки к данному событию, приурочен всероссийский фестиваль, на который пригласили духовой оркестр Уваровского кадетского корпуса. Мероприятие проходило в Тамбове и оставило неизгладимый след для его участников. В Тамбове мне понравилось и выступление других оркестров, и свой, когда играл оркестру, тоже не разочаровал, таких особенно не было ничего. Вот, другие вот понравились, выступали из других городов, у них все так прям, ну и с танцами там со всякими. Вот, и вот когда мы сидели, вот у нас прям подходили, фотографировали все, снимали нас, все спрашивали тоже. А начиналось все с того, что несколько лет назад учеников седьмого класса пригласили на занятия, и через три месяца ребята уже выступали перед большой аудиторией. Вот самый первый у меня был, это ребят, чтобы оркестр все... Когда же будет, Александр Дмитриевич? Я говорю, ну когда? Они, ну мы как, Александр Дмитриевич? Я говорю, на 9 мая, ребят, чтобы 9 мая играли как следует и наизусть. Ну представьте себе, три месяца там же... Очень мало. Пока они пришли, вообще ничего, ни одной нотки не знают. Даже инструмент в руках-то никогда не держали. Они его крутят, вертят, смотрят со всех сторон, заглядывают и туда, и сюда. Я говорю, вы туда не смотрите, а тут звук не появится. Вот сюда, где он штучок, бери, вот потихоньку, аккуратно и вот с ними занимался. И хотя многие ребята из оркестра уже окончили школу, Александр Нинашев ставит перед собой задачу увеличить число его участников до 30. Музыкой занимаются и девушки, и юноши, постоянно пополняется репертуар. Это до боли знакомые вальсы, воспоминания на супках в Маньчжурии, в городском саду и многие другие. К новому учебному году заказан ряд музыкальных инструментов. Руководитель оркестра, несмотря на все сложности этапа становления, говорит, что ребята никогда его не подводят. Их выступления на школьных, городских и областных мероприятиях воспринимаются на ура. Любовь Дичкова, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.